Под толщей воды несметные сокровища полезных ископаемых. В глубинах океана ответы на все вопросы. Для ульяновцев выступил известный научный деятель Андрей Андрианов. Первый вице-президент Российской Академии Наук провел лекцию в первой гимназии. Сейчас мы смотрим на океан как на уникальный ресурс для наших будущих поколений. Это кладезь и минеральных ресурсов, и биологических ресурсов, и нефтеводородов. Но в то же время степень изученности мирового океана, она остается крайне низкой. Напомним, три учебных заведения нашего города вошли в образовательную программу Российской Академии Наук. 20-й лицей, лингвистической и первой гимназии стали площадками для научных конференций и опытов от ведущих умов страны. К слову, эти учебные заведения растут не только интеллектуально, но и материально-технически. Работа проводится в рамках реализации национального проекта наука, инициированного президентом Владимиром Путиным. С 2020 года начнется финансирование. Порядка 10 миллионов рублей на каждую школу на оснащение. Вот сейчас мы разговаривали с Андреем Владимировичем о том, чтобы оснастить первую гимназию. Всем, что связано с астрономией. Мероприятие посетил губернатор Сергей Морозов. Глава региона принес хорошие новости. Все три ульянских школы дополнительно получат по 5 миллионов рублей. В первой гимназии скоро появится обсерватория. Средства на ее техоснащение поступят в 2020 году. Мы провели большое совещание и приняли решение выделить не 5, а 8 миллионов на следующий год для гимназии номер один, для того, чтобы создать уникальную обсерваторию, уникальный такой комплекс по изучению астрономии, который будет интересен всем. Гимназия стала первой среди российских школ, участвующих в программе РАН. Лекция о мировом океане прошла. На очереди не менее интересные и полезные мероприятия от выдающихся ученых страны. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Управды ТВ.